Приветствую вас! И дело в том, что люди очень бурно развиваются в этом возрасте. Меняются их ценности, меняются их приоритеты, меняются взгляды, ценности, стремления, идеалы, желания. И да, может быть приятность, да, может быть привычка, да, может быть какие-то налаженные алгоритмы взаимодействия друг с другом, безусловно. Но, к сожалению, ситуация заключается в том, что даже если эти люди близки, да, если они свяжут себя в заме брака, то потом, пройдя период бурного взросления, они уже были другими людьми, не теми, с кем они заключали брак, не теми, с кем они давали согласие на, допустим, совместную жизнь. И из-за того, что это уже другие люди, совсем другие люди иногда, ну далеко не всегда удается сохранить эти отношения. И, значит, говорить о том, часто ли, ну, к сожалению, больше 50%, то есть больше половины. Естественно, никто такую статистику, думаю, не ведет, но дело в том, что из-за вот этих вот особенностей, люди просто понимают, что они вот связали свои жизни с тем человеком, они в тот момент были одними людьми, а потом у них сенсы противоположны, например, с нюансами, они уже теперь совсем другие, и их этот человек интересует даже настолько поскольку и вообще он как призрак из прошлого, даже неприятно с этим человеком находиться. Поэтому надо сказать, что чаще нет, чем да. То есть чаще отношения, значит, не вырастают в брак, не вырастают. Они могут быть серьезными, то есть, если люди вот сознательные и порядочные, они действительно себя ведут ответственно, они действительно стараются быть вместе, но все-таки период бурного роста, бурного становления личности, формирование своих собственных взглядов и интересов на жизнь дает тот эффект, что к концу этого этапа, где-то в период 22-23 года, может даже 25, а все становится совершенно другим, не таким, как было в начале, и из-за этого человек чувствует, что тот, с кем он связал свою жизнь, допустим, он совсем не то, что бы хотел. Поэтому ответ на ваш вопрос будет такой, что чаще всего это приводит к разрыву, но к нужному иногда, правильному для кого-то опыту жизни. То есть люди пытаются строить отношения. Да, можно говорить сколько угодно, что это неправильно, что это аморально, но, к сожалению, это таково, что сейчас взрослые, только очень быстро, очень рано, и все больше и больше отношений в этом возрасте происходит между людьми. И, ну, сами, наверное, вы видите, что очень редко когда от этого получается что-то хорошее, потому что, ну, о чем у них получится, что такие отношения строятся между детьми. Фактически медвежащие детьми. Это еще не взрослые люди, они скроминовавшиеся личности, у них нет ничего устоявшегося, нет никакой внутренней стабильности, внутреннего стержня, все еще находится только в движении. Да, могут быть, могут такие люди потом быть в браке, безусловно. Но как они там будут? Просто по нужде, просто по тому, что будут бояться, что у них больше ничего не получится, может быть. Но счастье вряд ли это принесет. То есть, наверное, количество фактических браков все-таки какое-то имеется. Но вот количество счастливых браков, думаю, не ошибется, если скажу, что единицы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы останутся, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.